всем привет друзья с вами болтарец это жизни страдания хера бранте и мы на секретном задании в назначенное время ты подъезжаешь к неприметному особняку на самом краю анизоти большой двор обнесен высокой ограды привратники приведи тебя кланяются и отпирают кованые ворота видимо маски им достаточно чтобы опознать в тебе гости на каретном дворе стоят экипажи дворян изрядно больше чем ты ожидал увидеть тебя провожают в гардеробную комнату для тебя приготовлены одеяния такого ты еще не видел это просто отрез блестящей струящейся ткани скрепленный застежками и шнурами в этом одеянии и золотистой маске ты чувствуешь себя довольно глупо какие заговоры можно строить в таких одних ты проходишь в большую залу окна затянуты черной тканью поверх стекол чтобы никто не мог заглянуть снаружи но через несколько мгновений ты перестаешь это замечать слишком уж странное зрелище предстает перед тобой на первый взгляд кажется что это некое театральное представление неизвестно откуда звучит незнакомая протяженная музыка мерцают огни свечей зал украшен протянувшимися повсюду золотыми и серебряными лентами здесь множество подобных тебе людей струящихся одеждах в тонких масках с узкими прорезями глаз люди ведут разговоры стоят непривычно близко положив вдруг положив руки друг другу на плечи ты подходишь ближе к одной из таких компаний в надежде понять о чем они переговариваются и чуть не отшатываешься когда навстречу тянутся сразу несколько рук чтобы ласково прикоснуться к твоим плечам собравшись с духом ты кладешь свою ладонь на чужое предплечье люди в масках дружелюбны твоей неуверенности никто не удивляется разговоры здесь тоже необычны звучат непривычные имена то ли это герои древних легенд то ли тайны имена самих собравшихся а люди обсуждают незнакомые тебе книги и чувства что они испытывали читая их ты слушаешь их будто во сне из другого конца зала доносится пение нескольких голосов в песне нет слов каждый голос тянет свою ноту вместе голоса соединяются в нижнюю щемящую сердце мелодию она словно подхватывает тебя и уносит вдаль ты оказываешься где-то бесконечно далеко от задания с которым пришел от судейской службы от всей империи от самого себя тебя возвращает в чувство рука к остушеся твоего плеча знакомые глаза за тонкая зелено-серебристой маской внимательно изучают тебя октавия ты отстраняешься и кланяешься дочери герцога кажется я узнаю кто за этой маской не ждала тебя здесь сегодня мой необыкновенный человек но не буду позволять себе вольности и ты следи за языком будем держаться на расстоянии мы здесь не одни так вот господин судья я объясню куда ты попал это мой лотерийский круг спешу успокоить мы не планируем никаких переворотов и не плетем заговор мы бесконечно далеки от таких интриг это место наш собственный маленький мир здесь мы можем на короткое время отдохнуть от традиций дворянских обычаев и прочей суеты наше собрание лишь иллюзия притворство мы притворяем все что мы не дворяне не жители блаженной империи и даже не люди и не аркны мы лотари тебе известно что это значит я не удивлюсь если ты никогда не слышал о народе лотари сейчас его можно встретить лишь на страницах редких исторических трудов лотари жили в магри задолго до нас когда эта земля все еще была зеленой и плодородной этот народ владел необычным искусством они умели создавать целый мир лишь из собственного сознания многие приходят сюда для простых развлечений ненадолго почувствовать освобождение кто-то отдыхает от традиций связанных с дворянским уделом кого-то тягодит река крови и обязательства перед родом только тут мы полностью свободны от бремени нашего прошлого и нашего настоящего но среди нас есть и те кого волнует нечто больше чем глоток временной свободы их восхищают сами лотари и их вера в то что все наше бытие создано лишь их сознанием мы стремимся познать древний народ лотари продолжить его учение стать им если мы овладеем наукой строить мир из собственного сознания то сможем вырваться из плена этого жестокого бытия ты спрашиваешь почему она так открыто рассказывает тебе об этом ведь ритуалы исчезнувших раз приравнены к магии и находятся в незаконно в ответ октавия вдруг снимает свою золотую маску за ней скрывалась легкая улыбка не марай уста своей ложью путь обмана к позору ведет вечно лгут себе люди и арканы знают все что лотари не лжет я не боюсь истинно лотари мне важнее чем любые преследования если ты пришел сюда тайно в маске значит моим маленьким клубом заинтересовалась префектура полагаю ты скажешь ему что это лишь обычное собрание юных дворян и в наш хрупкий мир не втопнутся лишние глаза и уши ты ведь сделаешь это для меня хербранте в устах октавии это звучит больше утверждением чем вопросом ты не спешишь отвечать и мысли путаются среди протяжных голосов плавных движений уносящий вдаль музыки невозможно отрицать что собравшиеся нарушают закон ритуалы исчезнувших раз находятся под строгим запретом еще со времени основания империи стоит подать один знак кучеру и вскоре сюда ворвутся жандармы тогда с кругом лотари будет покончено в одно мгновение ты докажешь горду что правосудие действует и на самых знатных из его жителей но октавия тебе этого не простит ты мог бы скрыть лотарийский круг от эльборна доложить что это была лишь обычная сходка дворянской молодежи но ты будешь бессилен если к этим собранием решит внимательно присмотреться тайная канцелярия кто-то уже донес на затею октавии в префектуру и вряд ли остановится быть может если объяснить октавии опасность этих встреч она сама согласится их прекратить есть и другой способ разрешить это дело замахами своего пера ты мог бы превратить круг 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 лотари лишь в одно из дворянских исторических обществ в анизоте таких десятки ты добился бы чтобы городские власти узаконили собрание октавии никто бы так и не узнал что на деле происходит стенах этого особняка хватит ли на это твоего влияния и разумно ли так им распоряжаться но я думаю что влияния нихуя не хватит до узаконить круг я уже вижу что не могу потому что не хватает и дипломатии и покровительства властей у нас тоже нет хотя этот конечно вариант я бы прям выбрал что ж ты молчишь хер нужно торопиться нас ждет большое таинство лотари погоди октавия не мороси я думаю также я не могу убедить октавию распустить круг потому что нам не хватает манипуляции несмотря на то что в отношениях у нас не все замечательно запретить круг или сохранить тайну вот в чем вопрос но я не думаю что стоит запрещать круг ну мало ли что какие законы у вас тоже знаете есть законы ну порой такие ебанутые поэтому ну встречаются чтобы кружок по интересам пусть встречаются я сохраню тайну я не буду никого выдавать ты обещаешь октавии что никому не расскажешь о лотерийском круге и уладишь это дело в префектуре доложишь префекту что молодые дворяне изволят просто развлекать себе изощренными забавами общество не представляет ни малейшей угрозы порядку в анизоте аркник вознаграждает тебя загадочной улыбкой и новая и не ждала ценю твою верность хербранта этот круг самое важное что у меня теперь есть да и к тому же ребят если бы мы их всех сдали октавия меланит она бы на нас рассердилась а она аркника у нас с ней были связи мне бы там пипичку отрезали это однозначно будь мы наедине ты увидел бы как сильно я благодарна тебе но сейчас время для главного таинства вечера раз ты уже присоединился к нам хер тебе придется стать его частью октавия отдаляется тебя встает посередине залы и поднимает руки голоса и музыка замолкают образуйте круг избранный и возьмите друг друга за руки направьте все мысли и чувства в центр круга на меня станьте мной станьте стоящим в круге станьте лотари ты не успеваешь опомниться как люди в масках уже образовали большой круг они начинают двигаться в странном медленном танце без музыки их движение не похоже на знакомые тебе фигуры скорее это переплетение рук перетекающий в объятия и обратно тебя подхватывает и поглощает этот всеобщий танец золотые лица движутся вокруг в тебе зарождается чувство странной сопричастности будто бы всех этих людей ты знал когда-то будто бы и твое лицо когда-то было золотым тонким ты един с окружающими тебя людьми неловкость бесследно пропала ты и сам будто растворяешься в пространстве вы едины вы лотари вы истина нет ничего кроме вас мир тускнеет и осыпается черепками ваши тела стены комнаты дома город все вокруг становится тусклым и растворяется в свете есть только лотари и ничего кроме него мир был лишь грязой и ты наконец пробудился ото сна музыка заканчивается и круг рассыпается ты плечи расправлены а голова высоко поднята будто за ничтожное время проведенной в этом месте ты и правда взглянул на мир иными глазами поймав себя на этой мысли ты вздрагиваешь те минуты что прошли в этом сторонам танцы чем они были ты не знаешь но пока длился этот танец единения для тебя не существовало ни закона не удела ни самой империи теперь ты понимаешь почему для меня нет ничего важнее этого круга кроме этого мира в котором мы все как в темнице может быть и другой мир где не властны ни близнецы не их замысел если бы я только могла не просто заглядывать но и ступить у него октавия обрывает себя на полусловий пристально смотрит на тебя но это только мое дело я одна несу за него ответственность такова моя воля не возвращайся сюда хер ты испытал достаточно для круга будет слишком опасно если тебя здесь продолжить на следующий день ты сообщаешь эльборну что его опасения напрасно никаким дворянским загором на этих собраниях и не пахнет обычный костюмированный вечер знатная молодежь в поиске развлечений ведь наслаждение часть дворянского удела не так нет а что новая мы правду говорим я же ничего не придумываю все правильно просто костюмированный вечер или танцы в тишине как я и предполагал рад что мы не напустили на них жандармов надеюсь доносы на эти собрания не дойдут до тайной канцелярии вряд ли господин советник эльферра будет также снисходителен к забавам молодых что ж бранте вернитесь к делу оптона разбирая бумаги рабочем столе ты снова вспоминаешь о лотарийском круге внутри тебя нет сомнений что члены круга притворяющиеся вымершей расой подняли тайный мятеж против империи но мятеж не на улицах а куда более опасны своем разуме последователи лотарио ушли от наказания и ты был среди них ой ребята октавия просто максимум пятерочка привязанность замечательно с эльборном минус один правосудие тоже минус один запас сил плюс 5 это конечно прекрасно но а вот это вот теология нахуя нам не нужно она в принципе у меня даже не дошла и до первого уровня как бы и ладно я не особо ребята вот это люблю получено достижение ритуал лотари окей я думаю что но более сильное влияние бы на меня это оказало если бы мы там шли по пути вот будут богослужения но она мне не интересно интересно что в игре что в жизнь они зотти лихорадит от слухов и последней капли таинственном обществе заговорщиков якобы опутавшим своими сетями городское дно у них убежище и свои люди по всему они зотти они замышляют свергнуть власть в провинции и учинить расправы над дворянами руководит последней каплей безжалостная и неуловимая преступница по имени софья простой люд одновременно боится последней капли и сочувствует ее делу впервые городе появилась сила которая не остановится ни перед чем в борьбе за права народа но весь они зотти ломает голову кто же стоит за тайным обществом и как заговорщиком до сих пор удается избегать разгрома так секунду что такое звонки телефонные ребят не дают мне покоя успокаивать волнение в городе вновь приходится бургомистру эльберману подлые смутьяны и эритики именующие себя последней каплей скоро будут пойманы и казнены та же судьба ждет всех кто помогал им укрытием или деньгами тайная канцелярия позаботиться об этом но несмотря на объявленную властями охоту последние капли по-прежнему уходят от расправы и неуклонно наращивает влияние в городе порядок просто пиздец падает каждый раз как игру не запускаю постоянно минус один порядку власть плюс один и достаток тоже падает вместе с порядком они идут на говну ты поднимаешься по длинной изогнутой лестнице с мраморными ступенями маленький человек под огромным сводом городской ратуши этим вечером за тобой неожиданно прислал людей бургомистер эльберман посланники настаивали что дело не терпит никаких отлагательств тебя ждет в роскошных коридорах звенящая тишина нарушаемая только шумом твоих шагов ты входишь в палаты эльберман величавый пожилой городоначальник восседает в своем резном кресле при виде тебя он склоняет голову в знак приветствия однако бургомистер не один у окна стоит высокий артман в плаще имперского легиона военачальник про инцидорий оттон собственной персоной он даже не поворачивается в твою сторону тем временем бургомистер церемонным жестом приглашает тебя подойти ближе судья баранта наконец-то вы прибыли господин оттон очень вас ждал невидители достопочтимый военачальник узнал что префектура собирает против него судебное дело он потребовал чтобы эти козни немедленно были прекращены ну а я скромно предложил свое посредничество оттон медленно разворачивается к тебе чтобы смирить холодным взглядом баранта снова вы вас назначили судьей на мое так называемое дело не завидую буду краток я не потерплю никакой клеветы и обвинений вы выйдете из этой комнаты только в одном случае дайте мне слово дворянина что не дадите ход делу и но если что оскорблением своего высокого рода а господин эльверман да будет вам известно еще и председатель судачисти так что за дворянским правом на поединок далеко идти мне не придется а судьбе любого кто сходится со мной в бою вы наслышаны вот он вновь отворачивается к окну словно уже услышал твой ответ бургомистр эльверман наблюдает за сценой с загадочной ухмылкой не проронив ни слова ты молодой дворянин мантии недавний простолюдин стоишь перед двумя властителями города сейчас от каждого произнесенного слова может зависеть твоя судьба успокоить оттона я не могу мне не хватает абсолютно ничего я могу дать ему отпор потому что доблести у меня двадцаточка максимально еще и запас сил имеется ну я думаю что наверное да мы попробуем дать отпор ребят ну доблесть двадцатка но я что я я зря самого начала игры качал ее что ли сейчас как въебу его и просить защиту или ну 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 какое унижение ага давай еще на колени станем будем тут блять рыдать помощи просить нет 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 обещать аркну что не дашь ход его делу не буду давать слова мы начали это дело мы доведем его до конца чего бы нам этого не стоило все даем отпор надеюсь я не сдохну в поединке с оттоном тебя несомненно ждет истинная смерть но если ты не осмелишься выступить против аркна сейчас то лишь отложишь расправу ты гордо поднимаешь голову кладешь руку на рукоять шпаги и делаешь шаг навстречу оттону твои слова прокатываются громом под сводом ратуши да ты ведешь дело оттона и ты доведешь его до конца чем бы она не закончилась в этом твой долг и твоя честь служить империи и исполнять ее законы едины для всех да оттон несомненно победит тебя в священной схватке но все доказательства против него что ты успел добыть увидят свет и ты не единственный из судей кто ради торжества закона готов бросить вызов самым могущественным из дворян провинции правосудие настигнет господина оттона во что бы то ни стало твой натиск повергает оттона в оцепенение он замирает у окна его лицо словно превращается в бронзовую маску военачальник медленно приближается к тебе вперед в тебя тяжелый взгляд ты человек ты посмел угрожать мне ты выдерживаешь взгляд оттона не дрогнув тишина гримаса ярости резко искажает лицо аркны и он молниеностно выхватывает меч ты еле успеваешь сам взяться за шпагу звон шпаг взрывает тишину ратуши а вот он обрушивает на тебя целую бурю ударов ты с огромным трудом отражаешь их снова и снова аркна отбудет клинком с невероятной легкостью долго такого натиска ты не выдержишь ты ищешь малейшую возможность сделать выпад но тщетно оттон неистово атакует и теснит тебя к окну из глубины комнаты раздается властный голос господин оттон что вы себе позволяете оттон на мгновение замирает это твой шанс ты готовишься сделать резкий выпад новый начальник улавливает твое движение стремительно делает шаг в сторону и поранзает тебя насквозь сталь входит в твое сердце тело сковывает холод ты оцепенела опускаешься на мароматный пол над тобой тяжело дыша от гнева возвышается оттон что вы наделали господин оттон это же не дворянский поединок это убийство посреди ратуши в присутствии главы суда чести я настаиваю чтобы с этого момента вы оставили бранта в покое одной смерти ему достаточно оттон переводит дух медленно вытирает клинок и убирает его в нужны не забывайте сельверман вы такой же человек как и он но вы говорите разумные вещи этот судья не стоит моего гнева и пусть только попробует дальше порочить имя оттона ты распростерся у ног своего убийцы жимая рану на груди на рубашке выступает маленькое красное пятно чернота заливает твои глаза последние мысли замирают и медленно распадаются на части ты покидаешь мертвое тело и несешься вверх к сияющей белизне что-то я слишком часто умираю последнее время что за нахуня ты стоишь посреди необъятной серой пустоты вокруг тебя только тени все они призраки твоих решений порождение твоей личной воли перед тобой все твои победы поражение ошибки и надежды а рядом с тобой живет еще одна тень в зыбких движущихся фигурах ты угадываешь свой последний поступок смерть на которую ты пошел зная что она впереди таким было твое решение да да не отрицаю тени кружатся в бесконечном танце следы всех твоих шагов начиная с самого рождения гигантским силуэтом над всем ними нависает она твоя будущая истинная смерть ее неотвратимость теперь невозможно отрицать она ждала здесь тебя всегда и теперь от нее теперь отделяет лишь один шаг но сделаешь его ты сам то есть получается вот у нас было три жизни и сейчас как бы последний если меня где-то что-то там убьют и это будет уже истинная смерть печально из пустоты тебе являются знакомые исполинские фигуры богов они легко подхватывают и берут твою крохотную душонку в свои руки ты всегда был в руках близнецов ты создан по их воле старший не дарвал тебе свою любовь он наполнил тебя ее насильно младший устроил тебя по своему закону не дав тебе никакого выбора в пустоте поднимается невероятной силой вихрь боги отпускают тебя в него и ты летишь подхваченный потоками неизмеримой воли ты ничтожная частица этого вселенского потока только эта воля определяет все события настоящее прошлое будущее твои крохотные поступки решения ничто перед силой что таится внутри этого потока ты летишь в космическом вихре воли близнецов пока он не исторгает тебя ты падаешь возвращаясь назад к земной жизни только теперь ты снова обретаешь способность действовать ты вызреваешь все воли мира они переплетены в вечной борьбе друг с другом какой воли ты будешь следовать я буду следовать своей собственной воле все отъебитесь ты падаешь в бесконечное сплетение воль земного мира вырвавшись из вселенского вихря ты наконец смог проявить свою собственную волю и сделать выбор это как первый глоток воздуха после того как ты задыхался в чужой воле воли богов но чтобы воплотить избранную тобой волю здесь земном мире одного лишь решения недостаточно тебе предстоит пройти весь путь до конца воплотить эту пулю в решениях делах и поступках я готов ты обнаруживаешь себя на каменной плите высыпальнице как обычно ты лежишь неподвижно привыкая к новому перерожденному телу над тобой склонилась скорбная фигура матушки ее тихий смиренный голос успокаивает совсем как в детстве хер наконец-то вернулся сын мой как больно видеть какие жертвы ты приносишь своему делу своей чести милостью близнецов тебе дано четыре жизни но каждый из них драгоценный дар ты отказался от простого удела страдать так не следуй ему не ищи боли ран смертей на пороге гробницы появляется отец приблизившись он чинно кланяется тебе сын весь город говорит о тебе а твои схватки сотоном даже самые высокородные семьи анизотки признают что господин военачальник повел себя недостойно напав на тебя без права на поединок а ты напротив проявил себя истинным дворянином и защитил чести рода бранты не твоя вина что это удалось лишь ценой смерти ты выходишь из родовую цепальнице с тяжелым сердцем ты сумел дать отпор оттану и пока он не решится продолжить прямую схватку с тобой но все время пока ты ведешь дело оттана ты будешь оставаться под его ударом да это конечно печально а вдруг на нас опять натравят каких-нибудь головорезов которые попытаются нас убить и убьют и уже блять в последний раз это не дело дело оттана продолжает угрожающе давлеть над тобой судейская служба дается все тяжелее борьба между сослоями обостряется простолюдины требует прав и защиты закона дворяне сопротивляются сейчас любое судебное решение способно повлиять на расстановку сил в провинции а значит и на то чем закончится твое дело против оттана парку поместья фалес излюбленное место дуэли у дворяна низотки на залитой солнце площадке лежит пронзенная шпага тело кудрявого юноши тело не тает в воздухе истинная смерть ты только что прибыл на место незаконного поединка отряд жандармов окружил победителя дуэли худощавого немолодого дворянина в изящном черном коллекте отстраненного глядящего на небо руку он все еще держит на рукояти шпаги господин судья что прикажете делать господин эль корвио не изволит сдаваться а принуждать его силой не смеем ты делаешь жандармом жест опустить оружие и подходишь к дуэлянту при виде тебя лицо эль корвио оживляется не в меру громким голосом он объясняет свой поступок произошла дуэль по решению суда чести более ничего покойный господин эль эст его сомнился в моей верности императору и обвинил меня в ересе он оставил мне только один путь защитить свое имя теперь он мертв ускорее заканчивайте ваше разбирательство господин судья мне пора возвращаться в столицу вы знаете кто я такой не успеваешь ты сказать хоть слово как в ворота поместья въезжает экипаж бургомистра эль вермана нахмурив седые брови бургомистер обозревает открывшуюся ему картину затем почтительным жестом он приглашает эль корвио к своей карете дуэлянту смехнувшись выходит из кольца жандармов и вальяжно опирается на стенку экипажа бургомистер же отводит тебя в сторону бранта как вы и должно быть знаете я председатель суда чести нашего города я был против поединка до истинной смерти но алан эль корвио настаивал что иначе у города они звуки будут неприятности он к сожалению хоть и неприметная но влиятельная фигура при дворе когда-то он взглянул возглавлял личную охрану императора я понимаю что вы должны проследить за правосудием но помните о том что поединки чести одна из великих традиций на которых держится империи если рухнет она то вместе с ней нарушится и часть божественного замысла ваших силах наказатель корвио но будьте осторожны вы наживете опасного врага не только для себя но и для всех нас дворян а не зотти глупец элисте не знал этого и вот он лежит перед нами не будем же повторять его ошибок бургомистер оглядывается и понижает голос бранта это особый случай если вам не безразлична судьба родного города то отпустите или корвио без разбирательства нам вынесут и ненужные неприятности от столичных вельмож а семья элисте уже давно не столь влиятельна как раньше переживут можете назначить денежный штраф эль корвио заплатит и забудет а закон будет в некоторой мере исполнен верно но если вы сударь сумеете погасить это дело полностью то окажите услугу всему высшему совету провинции а я лично позабочусь о вашем скорейшем повышении по службе повышение по службе это конечно прекрасно учитывая что у нас карьера уже давным давно по пизде катится ты задумчиво оглядываешь мертвое тело погибшего дуэлянта и длинную тень который отбрасывает на солнце фигура эль корвио в своих руках решение которое может сильно повлиять на порядке дуэли в провинции и на твое положение в обществе и так мы можем выписать эль корвио штраф это самое самое простое и самое доступное мы можем приговорить эль корвио казни да и мы и мы можем это сделать потому что у нас от отличные у нас просто шикарные отношения с октавия меланит да слушать а я наверное воспользуюсь потому что все равно у меня других вариантов нет что мы зря что ли там своего маленького хербранта и вставляли что ли законе дуэль нельзя запретить сам случае давайте давайте мы приговорим его к ну а что ребят ну уже мы все сделали уже первый шажочек давным-давно был сделан мы пошли против оттона и мы сейчас против всех этих тварей пойдем всех казнить всех через повешение через отрубание головы ты холодно качаешь головой по закону империи чеканишь ты прямо в лицо эли верману убийство на дуэли все еще убийство наказание для убийцы казнь и не в твоих правилах искажать закон все верно лицо бургомистра недовольно вытягивается бранта вы не понимаете в каком мире живете я только что вам объяснил как высокоположение эль корвио при дворе вам так скучно живется без врагов что же вы их получите никакие связи вам не помогут если вы решите втаптывать дворянские традиции грязь ты отвечаешь эль верман плохо представляет какие у покровители сама герцогская семья выступит на твоей стороне кипящий от злости бургомистер бросается к эль корвио случилось недоразумение господин эль корвио я приложу все усилия чтобы его исправить но эти господа намереваются вас арестовать ты решительно подает жандармам команду лишить убийцу шпаги заковать в кандалы и доставить в префектуру вы называете меня убийцей да знаете ли вы в вашей протухшей провинции что такое дуэль эль корвио выхватывает шпагу собираясь защищаться жандармы опишивают от такого яростного сопротивления однако ты берешь командование на себя построившись и следуя твоим приказом жандармы берут эль корвио в кольцо и обезоруживают ты отправляешься в префектуру чтобы подготовить бумаги к суду и отправить послание октаве ты просишь свою покровительницу оказать давление на дворянское общество и помочь тебе добиться смертного приговора для эль корвио в конце концов приезжающий приезжий дуэлян был убит приезжий дуэлян то убил наследника старого магрийского рода элисте октаве ведь не откажет в такой малости своему фавориту вскоре приходит ответное письмо но я думаю что она не могла мне отказать и она все сделает чтобы у нас все получилось потому что я ведь ничего не сказал про их сборище в масках правильно правильно а то сейчас блять пойду все расскажу эль корвио ярый сторонник рода темпестов и наместника значит отец не побоится с ним расправиться особенно если у тебя уже есть достойный повод будь уверен хер род меланинов в этом суде на твоей стороне и не бойся других дворян я не дам тебе в обиду мой дорогой человек это другое дело суд от эль корвио проходит молниеносно залп пуст никто из дворян не осмелился явиться на защиту столичного гостя опасаясь попасть в немилости герцогу меланиду ты перечисляешь неоспоримые доказательства вины эль корвио приезжий дворянин держится холодно и ценит в ответ угрозы коллегия судей во главе с эльборном выносит решение отправить на казнь дворянина всегда тяжелое решение но настает время когда у суда нет иного способа заставить благородных господ уважать законы империи господин эль корвио вы приговариваетесь к истинной смерти за убийство на дуэли завтра на площади величия вам будет отсечена голова эль корвио молчит словно все еще не веря в происходящее однако приговор вынесен его уводят из зала суда в кандалах завтра город анизотти впервые увидит как дворянина казнят за поединок дворянское общество анизотти негодует на тебя и страшится последствий однако позорная гибель эль корвио на плахе остается будто незамеченной в столице прошли слухи что обвинение дворянина в ересе измене не были бы с почвенными императорский двор намеренно не обратил внимание на казнь или же за этим скрывается хищная рука герцога меламида вскоре после казни к твоему дому доставляют посылку небольшой тяжелый сундук с приложенной запиской а в сундуке наверное голова этого дворянина но минус один карьеры это я я уже ничему не удивлен господин судья мы понимаем как непросто вам было вынести это строгое но справедливое решение мы скорбим что наш сын нарушил закон о дуэлях но вашими стараниями убийство нашего сына не осталось безнаказанным знак благодарности просим принять скромный подарок констанц и маргарита из рода эль эстет а чё там сундуке то плюс один богатство ну раз плюс один богатство значит я не думаю что там было что-то ценное какие-нибудь платья тряпки хуево знаешь что они еще могли прислать вести о твоем последнем поступке быстро расходятся по анизоте за годы на посту судьи ты нажил немало врагов и теперь они дождались момента для удара карьера висит на волоске чтобы просто оставаться в своем кресле тебе приходится каждый день защищаться от нападок доносов и кляус осторожный стук в дверь прерывает твои размышления в кабинет чинно вплывает массивная фигура судьи карла фаграбана бранта мы так редко видимся последнее время решил вас навестить самыми дружескими намерениями отовсюду слышу что ваши дела обстоят не лучшим образом вот и задумался как этот человек ваших талантов мог рассориться чуть ли не со всеми высшим светом анизоте наверное вы просто заблудились ничего я покажу вам путь многие судьи видят вас угрозу считают что своими дерзкими приговорами вы ставите под удар всю префектуру возьмем хотя бы последнее дело с вашим участием его исход возмутил всю городскую знать но я то знаю что вы не таков покажите и остальным что вы заботитесь о судьбе коллег и нашего ведомства хер послушайте мой совет не забывайте что работа судьи сохранять порядок и закон внутри сословий а не рушить его признайте свою неправоту и пересмотрите хотя бы несколько прошлых решений в пользу дворян каких отменить казнь пришли блять ему обратно голову что ли ты хочешь сделайте это и уверяю что общество вновь увидит вас достойного дворянина и разумного судью не уподобляйтесь вашему префекту вы знаете как я уважаю эльборна но между нами он на краю пропасти и тянет вас за собой обещайте что подумаете о моих словах брат и я пекусь лишь о вашем благе мне не безразлична карьера столь многообещающего суди как вы да да господи конечно ага пришел блять дружище совет дать фаграбан раскланивается и также беззвучно покидает кабинет ты в задумчивости рассматриваешь бумаги с недавними делами именно они настроили высший свет против тебя козни врагов не дадут тебе спокойно работать придется искать выход из положения мы можем обратиться к отцу зачем поможет справиться с бедами над службой то есть мы ему передадим папку с несколькими делами и он будет делать за нас работу или просто как бы за советом к нему отменить приговоры несколько старых судебных решений в пользу дворян чтобы успокоить коллег так я успокою коллег получается а не дворян но как бы мне похуй на этих коллег продолжить борьбу просите за чести чести но я не думаю что стоит обращаться к отцу за советом все-таки ну ребят нам уже не семь лет правильно мы как бы и сами можем принимать взвешенные взрослые решения отменять приговор но тоже не дело я не хочу заднюю давать приговоры все были вынесены я принял такое решение и назад я не отступлю продолжаем борьбу неподкупные хербранты как только фаграбан исчезает за дверью ты убираешь старые дела в ящик и принимаешься за работу тебя ждут новые иски тяжбы и жалобы выбор давно сделан ты не намерен не отступать не идти на сделки совестью правосудие нужно защищать если не ты так тоже последствия не заставляет себя долго ждать на тебя обрушивается целая лавина жалоб и кляус видны представители знати требуют от эльборна чтобы тебя с позором лишили судейского кресла префект встает на твою защиту но долго под таким натиском не продержится даже в другие судьи и вовсе избегают тебя как чумы встретив тебя в коридоре карлофа грабан лишь сокрушенно качает головой и проходит мимо вот он друг блять называется карьера минус 1 и того 1 это вообще минимально нет крах карьеры ой пизда слушайте ребят если я еще один раз где-то накосячу меня походу уволят за право занимать пост приходится бороться ты отправляешься на службу как на битву и с каждым днем кольцо неприятелей сужается вокруг тебя скоро они перейдут в атаку и тогда придется дать им последний бой слушайте а если меня уволят я чем буду заниматься я буду бухать вместе с натаном томаса гера мы спасли да он там где-то в темнице сидит ты бреешься перед тем как отправиться на службу зачерпываешь нагретую воду из умывальника лучи утреннего солнца слепят отражаясь от зеркала слуга влетает к тебе со срочным письмом или скорее смятой запиской по словам слуги она твоего друга детства ты поневоле вздрагиваешь на щеке остается неприятный порез хер я в беде вот он знает что я помогал тебе теперь я наконец решил теперь он наконец решил от меня избавиться его подручные уже идут по моему следу они найдут меня как бы я не прятался времени больше нет хер бранта пожалуйста ради старой дружбы помоги мне выбраться из этой истории любым способом если вот он доберется до меня я быстро отправляюсь к сияющему столпу жизни у меня в запасе не осталось твой друг томас блять томаси то дружище но у меня как бы тоже все я проебал все жизни я ребята чтобы вы понимали я из-за томаса две жизни просрал вторую жизнь я проебал когда его головорезы меня подкарар убили и убили и еще одну жизнь я просрал когда лично вот он меня сердце проткнул продырявил меня томас ты не охуел слушай ты сжимаешь записку в руках по щеке стекает капля крови от пореза старый друг в опасности из-за того что помогал тебе с делом против оттона если ты не вмешаешься теперь томас гера обречен так как бы я обречу а что я могу сделать у меня карьера один 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 у меня карьера все я сейчас что-нибудь накосячил что-нибудь там начну просить и все меня уволят сразу не вмешиваться защитить томаса так но у меня доблесть есть в прошлый раз я тоже воспользовался доблестью и меня убили устранить прислужников оттона ты подкупаешь жандармов префектуры чтобы схватить и казнить врагов томаса а это сам лично я отправлюсь да и ну и что-то я больше не доверяю доблести нам же там прислали сундук с драгоценностями давайте наверное ими воспользуемся и подкупим жандармов я же могу это сделать давайте попробуем да вот так действительно не хочется самому лично умирать жандарма не жалко сминая в руках записку ты шагаешь за вперед по комнате и рассуждаешь укрытие которое ты обеспечил томасу оказалось недостаточно ты не сумел полностью вывести на его из-под удара оттона что ж ты обязан сделать это сейчас но эти против сил оттона в одиночку неразумно здесь нужен план похитрее как прислужники оттона могут выйти на укрытие томаса только через тебя однако они не будут так глупы чтобы нападать на тебя судью префектуры значит ты должен сам избавиться от них ты садишься в карету и приказываешь вести в префектуру там ты находишь капитана линада командир жандармов приветствует тебя как старого приятеля судья брата чем могу быть вам полезен ты заговорщицки подзываешь линада ближе и сообщаешь сегодня на тебя будет совершено нападение капитан линад слегка прищуривается чуя подвох охрана порядка это наша обязанность господин судья мой отряд защитит вас ты намекаешь линаду что дело несколько сложнее злоумышленники могут не напасть напрямую а лишь угрожать тебе но жандармы должны пресекать и такое верно а затем подтвердить суде что преступники собирались напасть на тебя понимаю многие жители анизоти живут на краю бедности преступлений становится все больше господин судья можно понять даже на жаловании жандарма сейчас сложно прокормиться ты понимаешь к чему клонит линад и заверяю что старания жандармов будут вознаграждены если они не только схватят преступников но и подтвердят что было нападение вечером ты отправляешься прогуливаться по городу нарочно выбирая безлюдные переулки в отдалении за тобой как тени следуют переодетые жандармы перед тобой вырастают несколько угрожающих силуэтов ты вглядываешься в лица за глубоко надвинутыми капюшонами одежда нарочито грубовато но манеры и говор выдают слуг благородного дома вожак заговаривает с тобой кажется ты друг господина томаса герра мы тоже его друзья хотим с ним повидаться но никак не можем найти нападение на судю взять их налетевшие жандармы в мгновение ока скручивает прислужников оттона под ударами жандармских дубин у тех быстро пропадает охота сопротивляться их заковывают в колодки и уводят в префектуру ленад протягивает тебе бумаги а вот уже и наши свидетельства господин судья всегда надо помочь этой же ночью розчерком пират и отправляешь всех пятерых слуг оттона на виселицу за нападение на дворянина и судью ой блять подожди не успел к счастью все они оказываются простолюдинами так что никто за них не вступится даже сам оттон военачальник будет в гневе но ему придется найти себе новых головорезов по меньшей мере ты и выиграл томасу время ты спешишь увидеться с другом но не находишь его в прежнем укрытии тебе достается лишь записка опять записка хер после того как ты избавился от этих головорезов я решил перебраться подальше от анизоти кажется без твоих своих шпионов оттон потерял мой след все благодаря тебе я твой вечный должник бронда желаю тебе скорее засудить этого мерзавца и покончить с его преступлениями раз и навсегда еще увидимся твой друг томас и у нас с томасом тоже максимальное значение мы он спасен очень класс но все карьера минус 2 0 по идее у меня должно было быть минус 1 карьеры но как бы отрицательное значение иметь нельзя все пизда что теперь мне интересно с нашей работой меня уволили приглашение на бал это событие вызвано твоим предыдущими поступками условия выполнены карьера 0 но правильно что у меня карьера 0 я работать не могу и остается только развлекаться последнее решение обошлось тебе дорого дворяне анизоти яростно требует лишить тебя звание судьи за годы службы в префектуре ты нажил множество врагов префект эльборн изо всех сил сдерживает эти нападки только благодаря его покровительству ты все еще занимаешь свое кресло но твоя карьера висит на волоске один неверный шаг и ты лишишься службы если дворянского звания сумерки на донизотте ты стоишь перед зеркалом оценивая свой внешний вид на тебе лучший дублет приглажена каждая складка на поясе шпага в роскошных ножнах сегодня важный вечер дверь в комнату открывается стефан как всегда безупречно одет но сегодня ты нисколько ему не уступаешь хорошо выглядишь хер идем карета ждет вдвоем вы отправляетесь в дорогу сегодня вас ждет дворянский бал по учительным тоном стефан продолжает на что и дома беседу брат пойми знатные семьяни зоти уже точат на тебя ножи ладно бы это касалось только твоей службы но это бросает тень на весь рот бранте то что мне удалось уговорить или лаберия пригласить нас на бал уже чудом он один из приближенных герцога меланида и возглавляет дворянское ополчение прошу тебя хер уметь свою гордость и покажи или лаберию что с тобой все можно иметь дело угодишь ему спасешь свое положение ты мрачно отвечаешь брату что сделаешь все что в твоих силах бал проходит в великолепном поместье в получасе езды от низоти дом построен в староаркнийском стиле такие ты во множестве видел в предместьях этерна он окружен живой изгородью немыслимое богатство для песков магрит за него двора доносятся звуки музыки и ароматов цветов слуги учтиво провожают вас к месту веселения двери во двор открываются однако твоему взору предстают отнюдь не танцующие парой фуршет от ожидаемого бала лишь несколько скрипачей при вашем появлении они торопливо снимают смычки со струн посреди садом за накрытым столом восседает хозяин дома стареющий аристократ несмотря на солидный возраст его фигура и движение выдают закаленного воина на лице усталое спокойствие и легкая меланхолия наконец явились главные гости господа баранте приветствую в моем скромном жилище присаживайтесь из полумрака появляются тени нескольких вооруженных людей рыцари из дворянского ополчения ты оборачиваешься на стефана он нисколько не удивлен происходящим и отвечает на твой не мой вопрос да я знал что было не будет но твои поступки херни оставили мне другого выбора все это ради блага семьи прежде чем гневаться выслушай господина элла берри так ребята мишни меня что собственный брательник кинул осторожно оглядываясь ты садишься на обеденный стол хозяин дома он смехается и отпевает из бокала что господин хербрант и я буду говорить с вами от лица всех знатных семей города надеюсь вы и сами понимаете как разгневали дворянское общество вы нанесли аристократии а не зотти множество оскорблений их не перечесть однако мы не хотим сразу же обрекать молодой род бранта на позор и бесчестье завтрашним утром вы публично объявите что каждое ваше судебное решение против дворян строилась на лживых доказательствах и ваша префектура признает их недействительными тогда благородные семьи пощадят вас мы поняли друг друга любезный хер эль лабери спокойно скрещивает руки на груди брат бросает на тебя нетерпеливые взгляды ну же хер соглашайся стоящие в тени бойцы ополчения сжимают рукояти шпак на кому стоит будущее твоей службы твоей семьи и твоя жизнь и так искупить поступок кровью я не могу ты предлагаешь смыть оскорбление по единкам чести не надеюсь на победу суть чести запрещен вызвать эль лаберия на бой нужно 18 доблести а у меня есть 20 я думаю что скорее всего это мы и сделаем принять условия отвергнуть требования ты отказываешь эль лаберию и покидаешь поместье а могу ли я его покинуть как бы здесь охрана вооружена стоит мне кажется что меня никто никуда не отпустит принимать я точно не буду я что уже я же сказал ребят все назад мы поворачивать не будем вперед и только вперед поэтому давайте вызовем его на бой давайте замесим пусть он закаленный воин я хочу попробовать придерживая шпагу ты неторопливо встаешь в твоем голосе вежливая уверенность ты предлагаешь иной способ смыть нанесенную обиду эль лаберии представляет здесь знатные семьи которых ты якобы оскорбил готов ли он решить этот спор в благородной дворянской дуэли до малой смерти господин эль лаберии устало вздыхает и жестно велит слуги налить еще вина как вовремя вы вспомнили о дворянских традициях господин бранте только когда ваша собственная честь под угрозой верно брат скакивает с места хер что на тебя нашло господин эль лаберии протянул тебе руку помощи а ты собираешься драться с ним эль лаберии встает он слегка хромает на одну ногу но по его статье и выправке легко распознать опытнейшего бойца оставьте стефан ваш брат решил что это дело чести впервые и он стал на сторону благородных традиций раз вы хотите решить все таким способом пускай я никогда не избегал дуэли надеюсь у вас осталось больше одной смерти в запасе хер подайте мою шпагу и сыграйте что-нибудь играют скрипки стефаны дворяне из ополчения пристально и молчаливо следят за началом схватки шаг за шагом овножив шпаги вы двигаетесь друг на другом эль лаберий слегка подволакивает правую ногу это твой шанс ты начинаешь поединок с грана быстрых ударов никакого изящества нужно заставить его потерять равновесие под напором грубой силы стоит отдать должное старику несмотря на возраст эль лаберий великолепный фехтовальщик каждый твой выпад он встречает надежным блоком ты наносишь сильный удар и он чуть не становится для тебя последним когда проворный старик совершает неожиданный репост силой отбивая твою шпагу но выбранная тобой стратегия мало-помалу срабатывает вскоре вынужденный отступитель лаберий делает слишком широкий шаг назад и наконец теряет равновесие мощным рубящим ударом ты выбиваешь из рук эль лаберия шпагу и ведешь свой клинок дальше лезвие входит ему в грудь пошатнувший старый дворянин проводит рукой по ране почувствовав кровь он недовольно целкает и заваливается навзничь дело его почти сразу растворяется это была не последняя жизнь дворянина скрипки замолкают свидетели вашей схватки переглядываются между собой ты победил в поединке честь вот этого я вообще не ожидал в молчании вы покидаете поместье на обратном пути домой стефан обращается к тебе виноватым тоном послушай хер прости что я солгал тебе я подумал что если скажу правду ты ни за что не поедешь ясен хуй я бы никуда не поехал я был неправ ты справился с этим вызовом как настоящий дворянин знать и нечего будет возразить пока что ну ушли из-под удара однако прошу тебя впредь будь осторожнее семья не должна страдать от твоих поступков на следующее утро ты возвращаешься к службе на рабочем столе лежит бумага подчерк эльборна ты вызываешь безошибочно господин хербрант извещаю вас что префектуре стало известно о вашей дуэли в поместье фридриха или лаберия согласно указу императора утра второго запрете дуэли вы обязаны выплатить штраф пользу имперской казны также вы будете лишена права на ношение шпаги сроком на одну неделю ну как-нибудь уж одну недельку то мы я думаю проживем но что будет дальше как будут развиваться события и жизнь и страдания нашего хера бранта мы узнаем следующей серии подписывайтесь на канал комментируйте ставьте лайки всем пока